Так, дорогая публика, здравствуйте! Я беседую с Алексеем Петровичем Терещуком, он экономист австрийской школы. И вот он сегодня решил поговорить, восполнить, восполнить некий такой пробел, который на моем канале имеет место быть. Я как-то очень мало посвящаю внимания, уделяю возобновляемым источникам энергии, в частности, вот этим вот ветровым генераторам энергии, да, который сейчас вся Европа ими уставлена. Едешь по Европе в электричке и из окошка, видишь, там крутится, тут крутят целые поля ветряков. А вот что делается в море вокруг Европы, там, говорят, весь шельф уставлен ветряками, да. Так бы раньше, так сказать, бурили бы там буровые скважины, а теперь ветряки стоят. Вот. Да, ну, слушаю вас, Алексей Петрович, как восполните этот недостаток? Ну, на самом деле, во многом я хотел как раз с вами это обсудить, то есть узнать от вас все эти нюансы, потому что есть некоторые вещи интересные, которые для людей неочевидны, связанные с ветряками. Вот я хочу бросить сразу основной центральный вопрос и спросить у вас, как вы считаете, почему на ветряках именно три лопасти? Три лопасти? Ну, это, наверное, для аэродинамики вопрос. А, видите ли, в чем дело? При обдувании воздухом, да, что происходит? Значит, воздух движется на лопасть, лопасть создает подъемную силу и, соответственно, вращающий момент. Так, а что сделать, если сделать много лопастей? Вот вы представляете, вот, кстати говоря, хороший вопрос. Чего их не делать больше? На самом деле, почему их не делают меньше? Потому что самый эффективный, по идее, должен был быть с одной лопастью, с противовесом. С одной лопастью и противовесом, да? Вы считаете, что он был бы самым эффективным? Я думаю, что нет. Дело в том, что вот когда они плотно очень лопасти расположены, то, естественно, там возникает у каждой лопасть своя подъемная сила, но в то же время поток, который вот, короче говоря, много-много щелей получается. Много-много щелей. В каждой щели поток, значит, будет ускоряться. Ускоренный поток. И, ну, собственно говоря, не будет разности давления по разные стороны вот эти лопасти. Ну, вот, видимо, решили, что трех хватает. А вот я подумал, а почему бы не четыре? Потому что в старое время у некоторых самолетов были четырехлопастные пропеллеры, да? Ну, они там были, так сказать, тянули машину. Не использовали набегающий поток воздуха, а тянули. Вот. А почему одна лопасть? Нет, ну, одна лопасть слишком хорошо. У вас будет недостаточно охватываться поток. Вот у вас есть поток воздуха, вот у вас, значит, вот это место, где лопасти вращаются. Если у вас одна лопасть, то вот тут воздух прошел и никак на лопасть не подействовал, никак не отдал ей энергию. Дело в том, что когда поток воздуха проходит через лопасть, он замедляется, отдает энергию самой лопасти. Да, он замедляется, поток воздуха, и, может быть, даже охлаждается, да? Так что при этом при охлаждении замедление может не произойти. Это вообще вопрос сложный. Обтекание вот этого пропеллера так вот сходу не скажешь. Тут два эффекта. С одной стороны, у вас должно происходить расширение этого потока воздуха, то есть снижение там его параметров, охлаждение его, да? Вот за счет охлаждения он может даже ускоряться. А с другой стороны... Вот, например, есть такая, скажем так, особенность в вертолетостроении. Там наиболее эффективные вертолеты как раз, где мало лопастей, вот в частности две лопасти. Но, 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 на больших вертолетах лопастей ставят много. Но их ставят много не потому, что они эффективнее грибут воздух, а чтобы распределить нагрузку на лопасти. Потому что две лопасти получили бы слишком высокую нагрузку. И поэтому для их распределения на больших грузных вертолетах, типа вот этот мини-8... Большая была бы подъемная сила, приложенная к нему, да? Я понял. То есть они просто увеличивают суммарную площадь лопастей таким образом. Да, да, распределение нагрузки, потому что тяжело лопастям выдерживать. Я понял бы еще, чтобы она не отломилась в месте крепления к этому самому, к валу вращающемуся. Да, и это же на самом деле относится к ветрякам, потому что они довольно, эти лопасти длинные. И для прочности их, конечно, делают сейчас, насколько я знаю, из стеклопластика. Да. А есть перспективы делать из углепластика, и тогда их могут делать не три, а две. Потому что она будет быстрее вращаться. То есть они говорят о том, что скорость дает увеличение вот этого самого ВКПД, и поэтому именно уменьшение лопастей увеличивает сбор энергии, сбор урожая. Потому что там есть много эффектов еще. И просто, ну, три, это совсем неочевидная такая цифра. То есть если было бы необходимо, если бы больше КПД давало больше лопастей, сделали бы больше лопастей. Если бы меньше давало меньше лопастей, сделали бы меньше лопастей. А здесь получается такая золотая середина, которую, ну, как мне и мне сказали специалисты, будет преодолена только при углепластика. То есть перейдут с трехлопастных на двухлопастные вот эти вот ветряки. Дело в том, что там есть такая проблема, как минимальная скорость ветра необходима для того, чтобы начал вращаться вот этот вентилятор. И она очень важна, потому что, ну, минимальная скорость ветра, она, это довольно частое явление. Вы сможете просто более гибко распределять производство энергии. Потому что если у вас маленький ветер, то вращать он будет только легкую конструкцию. То есть нужна максимальная легкость вот этой общей конструкции, чтобы низкая скорость ветра начала толкать эти лопасти для производства энергии. И получается, чем ниже, ну, вес конструкции, тем у вас больше диапазон работы с этими ветряками. Но при этом у легких лопастей недостаток в том, что при большой скорости ветра она будет вращаться слишком быстро. То есть у вас будет слишком высокая нагрузка на лопасти. Поэтому их не делают такими слишком легкими, потому что они будут ломаться, ну, изнашиваться, затираться подшипники и вот эта вот вся история. Они будут слишком быстро крутиться. Но на самом деле есть еще один эффект, он более фундаментальный, скажем так. Он связан с тем, что вот эти моменты инерции с одной и двумя лопастями, они будут создавать вибрацию для вот этой вот столба, которая держит эти вот лопасти. Потому что, например, одна лопасть, она будет менять вот эти вот инерционные... Ну, вы сказали, что у нее будет противовес у одной лопасти. Противовес будет обознательно. Если у вас не будет противовеса, ваша лопасть не будет просто подниматься, ну, для того, чтобы обращаться. Ну, она, да, должна быть, да, симметричная. В ту сторону тоже должен быть момент центробежный, чтобы она не болтала ее, да? Да, ну, в общем, там основная, скажем так, особенность в том, что одна и две лопасти будут создавать большую вибрацию, а три лопасти, они будут равномерно распределены. И таким образом вибрация будет минимизирована. Ну, а больше лопастей, как я сказал, создает больший вес. Из-за этого минимальная скорость запуска ветряка возрастает. Это как бы проблема. Сразу уменьшает производительность. Да, чтобы он мог работать при легком ветре. Ну, еще там одна проблема физическая была связана именно с длиной лопастей. Но она, скорее всего, с прочностью связана. То есть, их стараются сделать более длинными, но при этом более тонкими. То есть, это увеличивает эффективность лопастей. Ну, да, если она более длинная, она больше площадь охватывает. Да, да, да. И при более высокой скорости она будет давать большую тягу, как говорится. Но вот с вертолетами в основном делают две лопасти. Потому что вертолеты в основном такого габарита. И единственное, что тяжелые вертолеты стараются делать уже с более распределенной нагрузкой. Хотя, насколько я знаю, вот эти вот вертолеты, которые со схемой спарных этих вот пропеллеров, там делают в разные стороны два пропеллера, по-моему, да? Ну, это такая, да, достаточно редкая схема. А почти исключительно это советские вертолеты, так сказать, конструкции Камова. Ка. Вот у них соосно вращающиеся два винта, но они вращаются в разные стороны. Ну, в разные стороны, понятно, чтобы не создавать момента вращения, соответствующего для вертолета, чтобы его не надо было компенсировать. У других вертолетов там сзади еще такая хвостовая балка, и на ней крутится пропеллер, который компенсирует это вращение. Вот. Ну, вот есть, по-моему, какая-то модель, не так давно появилась на Западе, вот с такого рода системой, как по Камову. Ну, а до этого были беспилотные вертолеты, такие тоже соосными винтами, да, они были. В том числе и на Западе предложены. На Западе такой вертолет разрабатывала, насколько я знаю, фирма Белл. И вот этот вот современный вертолет, он очень крутой, западный, с двумя напастями. Он не прошел тендер. Дело в том, что он всем хорош, но у него есть недостаток один, он уступает по двум параметрам, которые военные сочли важными, американские военные. Из-за чего он проиграл вертолетов с вращающимися осями пропеллеров. Вот этот вот с растопыренными крыльями вертолет, у которого два вот таких вот, две стойки для пропеллеров. Он во время полета поворачивает эти стойки по ходу движения. Это раньше называли конвертоплан. Да, да, конвертоплан. Так, а у этого-то что, все-таки два соосных винта или там у него двухлопастной один винт? Вот тот, который Белл, геликоптер. Он и есть, он и есть. Там два именно соосных винта, то есть один на другом, ну как у Камова. Как у Камова. Как у Камова, да. Но он там очень технологичный, он сделан там из угля вот этих материалов. Он именно вертолет, он не конвертоплан. Именно вертолет, именно вертолет. Но он проигрывает по двум показателям. По Камову использует, да, уже вовсю, там у них такие грузовые конвертопланы. У конвертоплана оказалась более высокая, более продолжительная дальность полета. Это очень важный показатель. И скорость, скорость. Ну понятно, он летит в самолетном режиме, естественно. При этом вот этот вот соосный вертолет, он показал одну из самых высоких скоростей для вертолетов. То есть он был очень быстрый. Но при этом вот в этом же скоростном режиме у него очень высокое потребление топлива. И поэтому он проиграл тендер. Но он проиграл тендер, насколько я знаю, по военно-транспортному вертолету. Когда и перевозка, и вооружение. Но при этом есть его боевая версия, где он несет чисто боевые, скажем так, эти снаряды. Меньше кабина, соответственно, и так далее. И вот они еще борются за получение тендера. То есть в этом плане они еще не закончили. Более того, компания Белл, насколько я знаю, когда она проиграла подряд вот этот, она подала в суд на то, чтобы опротестовать решение Министерства обороны. То есть они вбухали туда много денег по понятной причине. Потому что переход, смена вертолетного парка в США, это на десятилетие вперед заказик. Вот они решили вот с этих Апачи пересесть. И в итоге прогорели, прогорели. Но у конвертоплана, естественно, один очень большой недостаток. Он очень большой. А чем провинилось министерство-то? Что оно должно было перед судом? Отвечать. Скажем так, насколько я понял логику этого процесса, министерство установило параметры определенные. Эти параметры были достигнуты обеими компаниями. Но у конвертоплана вот эти два показателя, о которых я сказал, сильно выбивались вперед. То есть, вроде бы, как вы все то же самое сделали. Новые характеристики там получились. Ну да, но я не сказал, главная проблема конвертоплана, он слишком большой. То есть, с одной стороны, ему нужны большие площадки для того, чтобы работать. С другой стороны, он легко заметен на радарах, он легко, ну, более легко подвергается поражению огня. Ну, он зато очень грузоподъемный. Попробуйте сделать маленький грузоподъем. Что он будет тяжелый возить? Только золото или свинец в слитках? Да, все правильно. Кстати, у этого двухосного Бэлла, у него еще интересное решение конструкционное. Сзади на хвосте у него есть еще один самолетный пропеллер, который толкает его вперед. Толкающий. У Камова, насколько я знаю, такого нет. Нет, нет, нет. Ну, он толкает его вперед в режиме конвертоплана, когда он летит. Да, и это именно позволило увеличить скорость вот этого Бэлла. Тем не менее, мне кажется, что они... А у Бэлла толкающий винт есть, да? У Бэлла, у Бэлла толкающий винт. А, то есть он не кенвертоплан. Да, да, да. То есть у него сзади, где обычно располагается поворачивающий пропеллер у обычных вертолетов, у Камова, насколько я знаю, там пропеллера нету, нет необходимости в нем. Вы правильно сказали, что поворот осуществляется изменением скоростей пеллеров. А вот у Бэлла, у него толкающий винт еще сзади, плюс ко всему. Что, конечно, увеличивает его скорость. Там его скорость превышает 400 км в час, 450 и так далее. Так-то они путем наклона винта есть, да? Вот не нахожу я. А у него какой-то был индекс, нет? Название? А, во-во-во. Опытный образец был. Вот он. Ага. Да-да-да-да-да. Ага. Так-так-так-так-так. Вот-вот-вот-вот. Вот. Я все понял. Нет, у него сзади не толкающий винт. Это просто от проворота. Вот есть был... Нет-нет, подождите. Если вы не увидели, значит, это другая модель. Потому что я сто процентов знаю, что там... Как он называется-то? Был 360? Сейчас я его найду. Можете даже показать, если хотите. На экранчике. Сейчас, сейчас, сейчас. Найдем, найдем. Так. Сейчас я вам его предоставлю. Так. Вот боевая версия называется SB-1 Defiant. Так, вы его сейчас покажете на экране, да? Сейчас, 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 секунду. Сейчас покажу, конечно. Это боевая версия? А, нет, это Defiant. Так, сейчас включаю демонстрацию экрана. Так. 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 Так, вот смотрим. Какой же именно? А, не все. А, вот этот вот наверху, да? Который. Ага, точно, да. Толкающий винт, как ни крути, да. Вот как он сделан. Вообще, Boeing Sikorsky тут написано. Да, я ошибся. Это не Bell. Это компания Sikorsky. Ну, компания Sikorsky, у нее были финансовые трудности. И Boeing ее прихватил в нулевые годы, насколько я знаю. Вот они сделали совместный такой продукт. Да, интересные вещи изделия, интересные. Да, вот это вот транспортная версия, военно-транспортного вертолета. А есть еще боевая версия. Она тоже там так называется. Пушки, подвесные ракеты, да. Да, да, да. Это вот интересная ситуация. Он на сегодняшний день является самым скоростным вертолетом в мире. То есть он уже испытания прошел. За счет этого самого вертолета, толкающего вентиляторного винта, да. Вот вентиляторные такие называются. Да, да, да. Так, ну а там вообще говоря, для скорости... Вот смотрите, это памятка из их серии. Вот Defiant это транспортный, военно-транспортный. А боевой называется С-97 Raider. Технологию demonstration, да. Понятно. Видно? Видно, 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 видно. Ну, вообще у них у вертолетов, когда он летит горизонтально, у него, значит, у него такая проблема возникает, что одна лопасть, которая навстречу набегающему движется, она движется быстрее, чем уходящая лопасть. И она, в принципе говоря, при большой скорости может перейти этот самый звуковой барьер. И вот тут вот в этой системе они уменьшают скорость вращения винта до той скорости, которой необходимо просто держать самолет, ну, подъемную силу обеспечить, чтобы вертолет был в воздухе, зависал. А напор, значит, движение вперед создается за счет вот этого толкающего винта, который находится в корме, да. И, соответственно, поэтому вот эти вот лопасти движутся медленнее, поэтому он может быстрее летать. Там предел это положено тем, что скоростью, переходом через звуковой барьер, так сказать, кончика лопасти, да, он с этим связан. Понятно? Да, да, да. Я слышал про эту проблему. И там даже помимо того, что есть проблема со скоростью звука, в принципе, вот эта проблема толкающей силы, толкающей назад. И когда у вас две оси вращения, получается, что происходит компенсация. И таким образом создается меньше вот этих вот паразитных эффектов, чем с одной осью. Потому что с одной осью вращения у вас компенсация происходит за счет кормового хвоста, вентилятора, который вбок возвращает вас на путь следования. Понятно. Хорошая картинка выдали. Так. Значит, запомнили. Модель называется SB Deviant и боевая версия Ryder. Действительно, я забыл. Это их не Белл производил, а Боинг Сикорский. Сикорский, Сикорский. А Белл как раз выиграл тендер. Я их перепутал местами. Да, Боинг, значит, видите, он лишился огромных заказов на транспортную авиацию. Потому что сейчас стали уменьшаться в размерах эти самые пассажирские самолеты. Не нужны большие наполнения. Раньше больше летали, чем сейчас. Ну, мне кажется, что военные, возможно, выберут компромиссный вариант, когда некоторую партию все-таки закажут у Боинга, потому что они все-таки имеют свои преимущества. У них огромное производство, которое осталось без заказчика. Тем не менее, мы говорили про ветряки. Где-то надо работать. Работягам-то надо работать. Тем не менее, мы говорили про ветряки. Действительно, с этими локациями, как вы сказали, есть звуковой барьер. Поэтому вот в этих барьевых реактивных самолетах там лопастей, скажем так, много, потому что там короткая, у них диаметр лопастей. Соответственно, прочность лопастей позволяет вращаться им с огромной скоростью. А вот с этими большими есть трудности. Ну, сама по себе ветровая энергия сегодня довольно экономичная. То есть, они были очень дорогими, ветряки. Ну, в смысле производства энергии. Доллар на киловатт. Из-за того, что их надо обслуживать. Там же главная проблема обслуживания. И вот эти вот подшипники менять. Это целая технология. Ну, это хорошо для тех, кто производит эту технологию. Да. Вот в Польше, в Варшаве есть парк такой, где на фонарных столбах стоят маленькие солнечные панели. И рядом с ними маленький ветряк. Вот он у нас, значит, теперь на этих светофоров там, да, у них есть везде, значит, теперь стоит солнечная панель, ветряка нет, а солнечная панель стоит, да. И он, значит, вот эти светофоры, уличное освещение у нас теперь работает вот под солнечной панели. Не знаю, насколько это эффективно из соображений, так сказать, стоимости. Вот в том-то и дело, что солнечную панель еще кое-как можно понять, потому что ее повесил и забыл. А ветряк получается... Не, ну забыл на какое-то время, потому что у нее тоже деградация-то идет, ее надо обслуживать. Ну, 20 лет каких-нибудь она будет гореть. Я думаю, даже меньше, но все равно, да, идет у нее деградация, тем более в нашем климате. Вот, но тем не менее, да, вот он работает. К нему аккумулятор, конечно, еще нужно. Аккумулятор-то менять придется чаще. Вот это сейчас проблематика аккумуляторов больших, она весьма-весьма актуальна на самом деле. Вот эти все новые технологии, они, с одной стороны, возникли на волне страха перед глобальным потеплением. Вот этот вот страх перед глобальным потеплением, он создал новую потребность, новую общественную потребность, потребность в вот такого рода технологиях. Они дорогие технологии. Если просто было бы соображение бизнеса, то, понятное дело, электроэнергия за счет возобновляемых источников, она бы однозначно проигрывала бы той энергии за счет невозобновляемых, так называемых, источников. Проигрывала бы, ну, а сейчас, когда что-то хочешь, вот такая вещь, да. Ну, вот кому больно нужен огнетушитель? Огнетушитель нужен на всякий случай, чтобы, если загорится пожар. То есть пожарная сигнализация, пожарное оборудование, противопожарное, вернее, это нужно вот для... А это вот мы спасаем природу глобального потепления. Это такое... Ну, есть однозначно области, где альтернативные источники энергии наиболее выгодны. Например, если это какой-то удаленный участок, ну, не знаю, например, какая-нибудь шахта, да, подобыча руды где-то в гуще джунглей, куда очень дорого тянуть вышки лэп. А, ну, или там, да, или буровая где-нибудь далеко-далеко, которая, ну, просто поисковое, разведочное бурение. Туда надо тогда поставить там дизель-генератор и возить туда топливо. Ну, с другой стороны, буровую вот эти ветряки энергии, по-моему, не обеспечат. Да, вот, когда вы говорите про дизельное топливо, опять же, подразумевается некая логистика, которая позволяет это делать дешево, но есть труднодоступные именно места, которые, ну, которых сложно обслуживать поставкой горючего топлива. И поэтому делаются на местах какие-то такие вот производства энергии. Насколько я знаю, в Советском Союзе после войны делали проект грузовиков на паровых двигателях, которые в тайге за счет энергии горящих дров фактически работали. И работали довольно неплохо. Я думаю, что речь идет не о паровых двигателях, а о так называемых газогенераторных автомобилях, в которых, значит, вот такая большая печка, в нее загружают чурочки такие водительные, а некоторое время становятся истопняком. И там, значит, идет это горение такое с недостаточным доступом воздуха и образуется угарный газ. И на этом угарном газе работает двигатель. Называется газогенераторный автомобиль. Они были распространены, так сказать, в таких вот местах деревянных, да, где много дерева, лесопромхозов. И, кстати говоря, в Европе во время войны тоже использовали газогенераторы на гражданских автомобилях, на гражданских машинах. Здесь к нам спешить некуда. А вот насчет паровых автомобилей, то есть паровой машины, это был, наверное, ближе к концу 60-х годов на Западе среди любителей была популярна эта тема, чего бы нам не строить, значит, так сказать, паровые автомобили. Любители брали свой автомобиль, легковой, обычный, переделывали поршневой двигатель внутреннего сгорания в поршневую паровую машину. Там у них был котел, что-нибудь там нагревали они и поехали. А вообще говоря, в старые-старые совсем времена, в 19 веке, были даже паровые амнибусы. Ну, то есть, понимаете, вот этот вот как дилежанс, который из города в город везет людей, а он паровой. Они взрывались, все это милое дело было как положено. Тогда был бич у котлов, взрывы котлов, они же были на заклепках. И очень часто происходила их резкая разгерметизация из потери давления, а при потере давления вся вода превращалась в сжатый газ. Ну, это взрыв, собственно говоря, да? Плотность ее резко падала, и он начинал расширяться. Взрыв правого котла. Ну, вот. Это такая была проблема тогда. Ну, в этом плане вот двигатель внутреннего сгорания тогда оказался безопасным. Ну, первые двигатели внутреннего сгорания, кстати, пытались работать на генераторном газе. Только генераторный газ был не дровяной, он содержал не просто СО, он содержал, это был так называемый светильный газ, тот, который получали из кокса, коксовый газ, светильный. Он содержал там, кроме угарного газа, еще какое-то количество даже водорода. Там, по-моему, было. И были там углеводороды другие, скажем, и келен там был. Ну, самое главное, что там было маленькое количество силана, CH4, кремний-H4. Это аналог метана, но он кремний вместо углерода. А при сгорании у него образуется вода и СО2. То есть, кремнезем. Очень тонкий, как сказать, порошок, который, ну, абразивными свойствами обладает. И вот, значит, в цилиндре появлялся вот этот кремнезем, что было очень даже нехорошо. Хотя идея вот использовать использовать газогенератора для этих самых, для, как это называется, локомобилей, да, она была, были такие вот, назывался полудизель, такое изделие, там, в нем сгорание происходило не в самой камере, где поршень, а в соседней камере с ним, полудизель. Они были. Но хотя, вообще-то говоря, это что-то скорее, ну, я видел такой в Венгрии, там у них в Шканзине, вот такой вот локомобильчик. А вообще говоря, локомобили были на паровом двигателе, это было более, так сказать, понятно, просто. Вот. И все это действовало нормальным образом. А там, значит, сначала у них, понимаешь, идет, так сказать, топка газогенератора, и вот этот газ, там, вот это в полудизеле, значит, работает. Ну, вот так вот было дело. Ну, паровые машины, ведь до 60-х годов производились, имеется в виду локомобили. Представляете, о чем я говорю, да? Я хотел просто поправить. Поправьте. В том, что, да, я сейчас посмотрел в гугле, как называется эта машина, тоже, опять-таки, сделал демонстрацию экрана. Это грузовик NAMI 012. Так, все-таки он паровой был, да? Да, он был все-таки паровой, делал на шасси Як-8, это очень старый советский автомобиль. Вот, смотрите, в отличие от газогенераторных машин, которые были распространены в СССР в то время, пара автомобиля должен был топиться большими дровами, они маленькие, и подача была дров без кочегара, то есть, они под собственным весом доставлялись в эту топку. Также тут указаны характеристики паровой, парасиловой установки, одинарного расширения и двойного действия. Водотрубной котел. Двойного действия как на паровозе, в обе стороны идет расширение. Это три цилиндра, рабочий объем четыре тысячи сантиметров, сто лошадиных сил. Вот, парапродуктивность котлового агрегата 600 килограмм пара в час. Ага. 600 килограмм пара в час? Ого. А конденсатор там был или это выбрасывалось в атмосферу? А, раздвойного расширения, одинарное расширение, двойного действия, количество цилиндров. Ну, что-то не сказано про... Скорее всего, как и на паровозе выбрасывалось воздух. Ну, то есть, ему каждый час нужно было полтонны воды заливать. 600 килограмм. Вот, топливом были дрова, расход был 300-400 килограмм на 100 километров. Неплохой, кстати, результат для тяжелого грузовика. Запас хода с полной нагрузкой на дровах 100 километров. На воде, по воде 150 километров. Время работы для разогрева 35-20 минут для разогрева котла. Кстати, вот этот вот разогрев котла, это было главной причиной, почему их использовали. Ну, точнее, хотели использовать. Потому что в Сибири, в тайге на морозе очень тяжело было заводить грузовики на жидком топливе. Ну, как я видел по испытаниям, которые проводились, они закончились очень хорошо. То есть, грузовик прямо отлично себя показал. Но по каким-то причинам его не стали масштабировать массово. Сталину не понравилось, наверное. Что-что? Товарищу Сталину нам не понравилось. Это же 49-й год. 49-й, да. Товарищ Сталину не понравилось. Все решения принимал. Главный хозяин. Наверное, да. То есть, он выглядел несовременно, и поэтому, ну, архаично даже. Поэтому, наверное, люди думали, что надо как-то посовременнее. Напрасно, напрасно. Потому что паровозная тяга у нас еще долго жила. Абсолютно, абсолютно. То есть, мой тезис был в том, что самым лучшим средством является то, что является самым лучшим средством в какой-то локации и месте. Ну, из-за обстоятельств использования. То есть, если у вас тайга, все замерзает к чертям, двигатели внутреннего сгорания, вот эти, кругом куча леса и воды, то, ну, сам Бог велел. Сам Бог велел. где бы эти рельсы не были проложены, они идеальны. А вот это вот, он может не выйти просто. Ну, можно очень резко увеличить мощность, форсировать, скажем так, за счет увеличенного впрыска топлива, оно не все сгорит, но, тем не менее, мощность двигателя внутреннего сгорания будет вот в этот момент увеличена, и он, значит, выберется из очередной ямы, провалившейся. Вот тут про эти результаты испытания особенно не сказано, но, нет, конечно, если его использовать на хороших магистралях, то можно было бы, да. Тут написано, что мощность из толщины сил при тысяче оборотов в минуту. Но, ну, мне кажется, что эта проблема решается. не было ни у коробки передач, еще не было, обратите внимание. Да, да, мне кажется, что эта проблема, которую вы говорите. У паровоза крутящий момент отправляли на колесо, да? Да, это хорошо, когда у нас гладкая дорога, рельсы. По рельсам он будет ходить, а вот так вот, я думаю, что... Я понимаю, но мне кажется, что если он прошел хорошее испытание, то, скорее всего, там были передачи. Да, там же вы читали сейчас, откройте еще раз. Давайте посмотрим. Там не было коробки передач. количество цилиндров три, рабочий объем четыре тысячи, мощность лошадиных сил 74 киловатта при тысяче оборотах в минуту, продуктивность котла, испарительная поверхность котла... КПД очень хорошие 70%, но это котловой агрегат, то есть 70% тепла от сгоревших дров шло на пар, ну а дальше КПД, конечно, меньше было. Так, время необходимо для работы, топливо, грузоподъемность, но там что-то выше было написано у вас про это, вот я это ведь не из головы... Да, вот вижу, коробки передач не было. Ну, мне кажется, что если там площадь вот этих цилиндрических штук, которые толкают механизм, если она большая, то он со старта будет хорошо работать. Ну, то есть давление набирается, 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 и он толкнет все-таки машину. Все-таки паровоз, паровая машина хорошо себя зарекомендовала в трех местах, на фабриках, там, где она что-нибудь такое вращает, там, трансмиссию для станков, качает воду из шахты, вот, что-нибудь там такое делает. Второе, на пароходах, то есть он крутит и крутит вал, значит, и все. И третье, это на железной дороге, там тоже гладенько. Понятно, что там надо сдвинуться, стронуться, но по гладкой дороге. Если сдвинуться, стронуться, ну, по гладкой. Вот, вот это вот, боюсь, что там вот не удастся выбраться ему из яма. Написано, что машина имеет хорошую проходимость в загруженном состоянии. В загруженном состоянии, все правильно. То есть, из леса вывезти можно, в лес заехать нельзя. Вот, вывози, если вы едете. Ну, кстати говоря, это на материалах 32-го тома, 32-го тома второго издания Большой советской энциклопедии, очевидно, сделано, правильно? Там внутри ссылка. Вот, это тоже стык 40-х и 50-х годов. Вот, ну, вот он был тогда, и, понятное дело, что тут только хорошее принято писать Большой советской энциклопедии. Я обратил внимание, там ссылка на 32-го тома. Там вот он стоит у меня, можно его почитать. Паровой автомобиль, значит, называется. Интересная вещь. Да, как альтернатива хороша. И причем, чем хороша она на данный момент, что это может ходить на дровах. Так в том-то и дело, что выжить, а дрова у нас экологическое топливо. Правда, оно такое, чтобы получить дрова, должна растительность, значит, генерировать кислород из углекислого газа. Вот. И воды. Вот. Нагенерировала она, а потом вы сожгли. Вроде как такой оборот идет, да? Нормально все. Вот. Ну и потом можете сжигать там тоже жидкое топливо, спирт. Какой-нибудь спирт с маслом какой-нибудь, типа такое вот топливо. Ну и вообще, как стационарный источник энергии, это можно, конечно, использовать локальный. Но это можно себе понапридумывать, чего угодно. Конечно, это очень будет обременительно. Сейчас как хорошо, подключился к сети, повернул рубильник, и все у тебя работает. И холодильники, и освещение, и аппаратура, и насосы, и станки, и даже транспорт электрический. Это типа трамваи, железные дороги, электрифицированные, все работает. А тут хлопотно очень, грузить, все это сжечь на месте. Ну, на самом деле, да, вы правильно сказали, что главная причина, почему их не используют, это деньги. Это вот, знаете, есть такая известная байка средневековые замки. Есть такое очень распространенное мнение, что от средневековых замков отказались как концепции из-за появления порохового артиллерии. Потому что она их разносит в щепки и получается, что усилие напрасно. Так вот, на самом деле, это небольшой миф, потому что оказывается, что потом, после появления пороховой артиллерии, фортификационные технологии тоже очень сильно двинулись вперед. Но Обратите внимание, что какая артиллерия была в 20 веке, а всегда была проблема взятия укрепленного какого-то объекта, и противник закрепился в старинном замке. Он не пробивал. Да, просто проблема в том, что ну это требовало очень много расходов, и даже вот строили такие просто не пробивали. Вундерваффли, не пробивали авиационные, не пробивали. Немецкие были такие вундерваффли, Карл, на железнодорожных платформах их передвигали. Ну, может быть, вундерваффли это может и пробьет, но надо привезти вундерваффлю. Да, да, да. Строили железную дорогу. Тогда да, тогда да. Насколько я знаю, строили железную дорогу в Севастополь, чтобы пробить укрепления, которые там были. Встреливали в Севастополе, и говорят, один снаряд попал таки в подземное хранилище, пробился вот и там взорвался. Ну, другие говорят, нет, оно само взорвалось. Ну, Это у нас у самих бесхозяйственности хватает. Ну, понятно, выбирайте. Или бесхозяйственность, или успех немецкой артиллерии. Выбрали бесхозяйственность. Конечно, конечно. Тут понятные мотивы. Так вот, просто из-за того, что требования к замкам возросли с точки зрения денежных расходов, то это просто стало нерационально тратить деньги именно на замки и перешли к другой концепции, начали использовать во-первых, регулярную армию, а не частные, во-вторых, начали строить форты уже на стратегических участках, а не по месту жительства. Ну, то есть, стали использовать более рациональные какие-то методы войны. Так вот, почему я так говорил, по поводу... По поводу замков, что вы... А, по поводу денег, по поводу денег. Так вот, отказ от альтернативных источников, в том числе паровых двигателей, он обусловлен как раз тем, что производство этой энергии избыточно. Вот последние полвека из-за того, что произошла минимизация и существенная экономия материалов, переработки материалов, экономия вообще всего, расход энергии на производство, он сильно сократился, из-за чего очень много где осталось избыточных мощностей. В России, например, на многих участках, где гидроэлектростанции построили гигантские, колоссальные, они в итоге работают в полсилы, атомные электростанции, некоторые даже приходилось закрывать, ну, естественно, вот эти вот угольные электростанции. Не было потребителя на энергию, да? Ну, 90-е происходит приватизация, закрытие огромных предприятий и в итоге избыточная мощность на теплоэлектростанциях. Кроме того, даже я читал, был такой советский опыт, естественно, это иногда такие эпизоды были, но были, когда 31 декабря какого-то года директор электростанции звонил по всему городу своим друзьям, директорам заводов, чтобы они на полную мощность включали все оборудование, что у них есть, потому что у него план по электроэнергии нужно закрыть за этот год. То есть, вот такой был абсурд. Да, у нас так было, да. Не знаю, как с электростанциями, но очень часто было. Да, поэтому стоимость энергии из-за того, что она достаточно низкая, из-за того, что стоимость энергии у вас достаточно низкая, в частности, в России, просто нет смысла пытаться искать какие-то альтернативные производства энергии. То есть, это действительно незачем. нецелесообразно. Ну, у нас, да, у нас хватает мощностей. Ну, и на самом деле во всем мире... Надо освоить эти деньги, да, надо заставить мир перейти с одной энергетики на другую. Ну, так же, как это самое, как меняется мода на одежду, и приходится людям покупать новый комплект одежды, потому что старый уже не модный, в нем можно было бы ходить, но не модно, нельзя. Другие фасоны сейчас в моде, сейчас так не носят, как говорят, сейчас так не носят. Вот так вот. Сейчас есть такая одежда, я видел интересный проект, верхней одежды, на которой расположены солнечные вот эти панели, гибкие, и поскольку сейчас есть эти телефоны, смартфоны с зарядкой, индукционной, то там очень интересная концепция, когда ты кладешь телефон в карман, он заряжается автоматически. Красота, красота. Просто, просто да. Красота. Ну, это, по-моему, такой фантазийный проект, это из тех, которые, ну, это, так сказать, концепт, как говорят, концепт. Концепт. Ну, это уже мы поговорим про теоретные технологии, можно плавно в нее перетечь. Да, можем еще, значит, поставить тут запятую, то толстую, да? Да. Толстую запятую, представляете, толстую запятую, это что-то новое. Жирные кляксы, толстые запятая. Хорошо, значит, вот мы поговорили с вами про ветряки, про всякие такие энергосберегающие немножко технологии. Они энергосберегают, а капитал требуют. Для этого же нужно кап-уважение. Вот они энергосберегают, а капитал не сберегают. Ну, в этом-то и бизнес, что зато они создают рабочие места для тех, кто работает. Понимаете как? Вот у меня, так сказать, Барсик-код, когда я ему делаю всякие уколы, хожу в больницу, он создает рабочие места, его двое человек держат. Понимаете как? Вот он создал рабочие места, ему надо где-нибудь памятник поставить при жизни. Барсик создает рабочие места. По-моему, есть у этого Ярослава Гашека рассказ, о забастовке преступников. Вот тебе нас, забастовали. Что все преступники вышли на забастовку, из-за этого огромное количество рабочих мест, полицейские, сути, всякие исполнительные органы и так далее, они остались без работы. Вот так вот и без Барсика останется без работы один человек. Такие вот дела. Ну ладно, спасибо большой публике, вам спасибо большое, Алексей Петрович. Спасибо Барсику, пусть долго живет, создает рабочие места своим скандальным характером. Ну а вы, публика, подписывайтесь на мой канал, присылайте мне деньги на Барсика, чтобы он рабочие места создавал. Помашем?